Субтитры делал DimaTorzok Скачайте, для начала, значит, разметку для фона YouTube. Вот у меня уже есть она. Их в интернете полно, вы найдете. Я думаю, найдете сами. Заливаем фоном, цветом, то есть, заливаем цветом, вот таким. Ну, свой, конечно, можете взять. Я вот таким залью, темно-синим. Заливаем цветом. Нажимаем, новый слой создаем. Берем кисть. Кисть берем мягкую, вот такую, не жесткую. Жесткость на ноль стоит. Значит, настройки кисти идем. Вот на этот значок нажимаем. И, значит, вот этот круг, вот эту точку тянем вниз. То есть, мы уменьшаем и делаем ее овальной, а не круглой уже. Так. Такая подойдет. И немного уменьшить. Берем цвет какой-нибудь уже посветлее этого, чтобы она у нас выделялась. Вот я такой темный тоже. Цвет такой взял. Синенький, но уже посветлее этого. Вот. И, значит, ставим где-то так посередине нажимаем. Все. Немного прозрачность можно уменьшить. Вот так вот. На 80 поставил. Создаем новый слой опять. Берем кисть опять. И уже еще сильнее, значит. Значит, уменьшаем. Вот так вот где-то будет. Вот. И цвет уже берем какой-нибудь голубой. Ну, я возьму голубой. Вы там уже свой сами берете. Вот такой вот. И, значит, ставим ее по бокам. Также посередине. Где-то вот так вот. И вот так вот. Нет, можно чуть уменьшить, наверное. Она слишком-то большая. Вот так вот. Да. И вот так вот. Да, вот так вот. Все. Также создаем новый слой. Значит, опять же берем кисть и берем кисть уже обычную, не овальную. Уменьшаем. Значит, размер кистишки. Где-то вот так вот. Настройки кисти опять идем. Значит, тут динамика формы ставим. Оставляем 100. Колебания размера. Рассеивание ставим. Рассеивание ставим. Также вот рассеивание. Вот его ставим 1000. И еще. Чтобы у нас такие были вот точечки разные. Так. И что еще? Да, и... Ну, это на 400 пикселей. Это уже размер кисточки. То уж сами. Все. И, значит, проводим. Вылечим кисть немного. И проводим. То есть... Так, у нас цвет выбран. Надо выбрать белый цвет до начала. И уже рисовать. Да. Вот такие вот. Проведете. Извиняюсь. Вот так вот. И ставим перекрытие. Вот такой вот у нас эффект получился. Дальше. Опять создаем новый слой. Ага. Значит, можно по бокам у нас затемнить тупо значит, черным цветом его. Берем кисть опять. Кисть уже без этого рассеивания. Просто обычно увеличиваем ее размер. И, значит, по бокам вот такие затемнения ставим. Ну, где-то вот так. хорошо, дальше. Значит, новый слой подсоздаем. Берем цвет какой-нибудь такой розовый, я не знаю. Ну, да, вот такой вот. И ведем фильтр рендеринг облака. Вот у нас такие облака появились. Ставим их перекрытие. Значит, немного прозрачность мы уменьшим. И также размоем их. Значит, ведем фильтр размытие размытие по гауссу. где-то вот так вот. И вот так вот. Прозрачность я поставил на 24. Все. Теперь значит, у меня есть текстура, которая нам понадобится. значит, вот такая у меня текстура есть. Я их текстуры выложу. Вам не придется искать их или что-то похожее находить. Значит, в описании и под видео будут все текстуры в архиве и вы сможете использовать их. Значит, переносим вот эту текстуру. Увеличиваем ее на весь наш фон и где-то я не знаю, ну да, вот так вот. И ставим на этой текстуре перекрытие. Да. Или же перекрытие или мягкий свет. Ну, давайте вот так вот. Ага, дальше создаем опять же новый слой. Так, что тут делаем? Кстати, да, сейчас надо а, нет, все правильно. Значит, делаем вот такие текстуры вот опять вот эту убираем и вот такие эти осколки или что-то такое, не знаю. заносим ее сюда и ставим мем значит, режим наложения экран экрана или осветление, нет, или линейный осветлитель, вот. Я поставлю экран. Мне он что-то больше нравится. Значит, растрируем этот слой наш и идем изображение и коррекция цветовой тон насыщенности. И выставляем, ставим тут тонирование галочку и выставляем значит цветом линейном в зависимости какой у вас там фон каким цветом. Я сделал вот такое что-то такое тоже голубенькое. Ну, где-то вот так вот. Наверное, вот так вот. плюхи пускай такой бот. значит слишком тут много всего. Просто значит вниз ее Ctrl-T переворачивать можете там сами уже сами. Ну, я вот так вот оставлю. И вот такие вот например вот большие вот эти плюхи мы стираем кисточкой просто. Они как бы не очень красивые такие. Вот так вот. Да. Также создадим сейчас можно прозрачность уменьшить. она ставлю пока так. Значит создадим дубликат этого вот этих осколков. просто значит Ctrl-G и идем фильтром значит размытие размытие подался. Что-нибудь тут размоем сейчас. Что-то это планшет у меня вылез тут. Убирайся отцу. Так. Вот. Ну, где-то так. Дальше. значит чтобы не было тупо в одном месте вот эти осколки можно их скопировать конечно же и опять же Ctrl-G скопируйте и уже тут сами на свой вкус что-то стереть там если например вот такие вот у нас конец картинки уже и напросто чтобы не было такой полосы красиво мы ее как бы стираем где-то вот так вот так также создадим значит дубликат опять этих осколков и значит отразим по вертикали Ctrl-T отразить по вертикали и наверх ее засунем по горизонтали можно и вот так вот да вот так вот мне нравится хорошо вот эту часть я ее уберу не нужна она мне потом если че еще уберем если тут много всего будет напишка она там тоже лишняя нахер это не надо уберем ну вот так вот пускай будет так я создам SD файл пускай будет ну пускай так будет сохранить на всякий случай вдруг фотошоп вылетит придется опять все занадивать что делаем дальше значит у меня есть у меня есть вот такие вот так вот такие вот как щупальцы или что-то такое не знаю в синеме 4D это уже зарендерено видно и значит их просто переносим сюда и как вот тут вот эти щупальцы идут мы как бы также с блоков сейчас напичкаем сюда у нас будут значит что-то они не закрываются вот значит увеличиваем щупальцы ну и вставляем сюда пуш как сами как захотите так вставляете так вот поставлю также контроль джин значит создали дубликат этих щупалец или как их можно назвать не знаю и значит вставляем их по краям нашего фона а вот так вот как ничь да фон я хочу вот так сделать так хорошо и с другой стороны также вставляем их только делайте чтоб не одинаковые были чтобы они в разных каких-то там формах формах не знаю пускай вот так вот будет думаю так красиво будет также контроль джин значит уменьшим ее пускай вот так вот так теперь значит они у нас не сочетаются с фоном они тут красные вот эти штуки значит что я делаю просто их объединяю в группу тут ну просто контрол г объединили в группу идем вот сюда нажимаем 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 применяем к этой группе вот нажимаем и значимые у нас появляются применяем к ней теперь меняем цвет значит вот у нас меняется что было красным мы заменяем на свой цвет в моем случае я заменяю на такой голубенький цвет также вот тут насыщенность увеличу и тут не буду трогать это сильно уже вот так вот пускай так будет теперь значит я хочу эти щупальца а значит надо размыть их каждый щупальц вот например вот эта щупальца наша значит я хочу передний план размыть а там уже будет более того четкий что мы делаем значит я беру просто инструментов сон выделение обычно и значит вот эта щупальца вот этот передний план просто божим теперь иду в выделение значит модификация и растушевка растушевку можно поставить давайте на 50 поставили 50 и идем значит фильтр размытие размытие по галшу и то есть мы размываем нашу часть только вот эту и переход будет плавный здесь где-то вот так вот как видите переход у нас переходит это размытие более четко может и так же проделаем с каждой щупальцей так же вот эту сделаю сейчас значит опять же часть выделение модификация растушевка давайте могу стать 60 побольше а вот эти они уже как бы на дальнем фоне я не знаю даже давайте их просто тупо размоем фильтр размытие дальше по галшу так довольно таки красиво уже смотрится так у меня есть сохранение все так теперь вот эту также размываем фильтр размытие по галшу пускай так вот так теперь я хочу на заднем фоне я так же сделаю эту же щупальцу но она уже больше то есть чтобы не было тупо пустой формы закроем этим этой щупальцей что ли значит это просто так же переносим нашу щупальцу сюда и увеличиваем ее довольно таки в больших размерах и переносим ее под самый нижний слой то есть под сей щупальца вот вот так вот так значит немножечко меньше так и и иду в фильтр размытие размытие по галшу и увеличу размытие вот такое большое ставлю непрозрачность можно попробовать перекрытие поставить хотя нет здесь я не буду ставить поставим вот так вот так также можно растрировать и идти в изображение коррекция яркость контрастность давайте попробуем что-нибудь поиграться чтобы она была более темнее яркость значит я уменьшил минус 55 поставил и контрастность ну вот так хотя бы хорошо значит поверну ее немного вот так вот вот значит создаем дубликат этого наше это большой щупальцем control g и переносим ее уже вот на этот на эту сторону так теперь я хочу чтобы значит вот эти вот эти синие штучки они как бы так более светились что ли вот 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 свечение мне нравится значит что мы делаем значит вот наша группа на верхний слой сам нажимаем и создаем новый слой берем берем обычную кисть обычным мягкую кисточку и белую белый цвет и ставим значит такие точки значит где у нас должны светиться вот вот эти щупальца значит так 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 на заднем фоне я тут не буду наверное сделать как бы уже так можно так же значит меняйте радиус кисточки чтобы не было где-то было ли поменьше где-то были побольше будет красивее так и на этой же щупальца тоже такие дела свечения так вот так 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 вот 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 Ну, и, пожалуй, все. Так, теперь, значит, что мы делаем? Просто берем, значит, значит, этот режим наложения, ставим перекрытие. И надо применить нам к этим щупальцам, кажется, значит, просто из группы ее выносим. Хотя нет. Стоп, сейчас будет пауза небольшая. Извиняюсь. Так, я немного запутался, извиняюсь. Значит, вот наш слой с нашими свечениями, значит, мы его просто переносим на самый верх, выносим из группы за цветовой тон уже. И переменяем к нему. Все. Теперь просто создаем Ctrl-G, создаем дубликат этого свечения. И будет уже свечение такое. Ну, сами видите, что уже получилось ярко. Уже красиво, значит, теперь можно также где-то сделать свечение посветлее, где-то потемнее. Можно кисточкой постирать. Тут я буду стереть так. Тут не очень. Так. Тут. Тут поставим. И где сами видите, значит, где свечение такое ненасыщенное, недостаточно насыщенное, значит, просто создаете новый слой опять, переменяете его, нажимаете и применяете его к этому. Даже можно не применять. просто кисточку опять берете. Вот тут, например, я хочу так засветлить посильнее и перекрыть. То есть уже будет вот такой. Также тут можно опять новый слой создать. И поставить перекрытие. Немного прозрачность уменьшу. Так вот. Ну ладно, пускай так будет. Кажется, не плохо. Теперь. Что мы делаем дальше? Ну ладно, пускай так будет. Значит, сам рендер. Значит, нам нужна Cinema 4D. Аминь. Аминь. Продолжение следует...